Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Сегодня специально хотелось бы поговорить о том, насколько живучи и рождённые на молодёжных форумах и фестивалях проекты. О том, что уникального появилось в этот раз на Волжских берегах и чем удивили мэтров науки юные учёные. Мой собеседник Евгения Эртегова, директор форума «Иволга». Она лучше всех осведомлена о самом интересном, а пришла она не одна. Она пришла с Эльмаром Галиевым. Он студент аэрокосмического университета и, насколько я понимаю, победитель. Смена инноваций и техническое творчество в аэрокосмической сфере. Вот так вот. То есть, вы предложили что-то такое интересное. Это так понравилось солидным коллегам. Взрослым я избегаю этого слова. Что вы получили первое место. Хорошо. Давайте вот с чего начнём. Почему решили поговорить о форуме, о проектах? Прошёл месяц. Сегодня можно посмотреть, а не забыли ли что-то. Почему? Понимаете, бытует такое мнение, что пока проходит этот форум, всё красочно, красиво, замечательно. Известные люди, учёные, политики. И ребят хвалят. Да, вот. И Эльмара тоже. А потом проходит какое-то время. И где они, эти проекты? И где они, эти молодые таланты? Вот вы сколько уже, страшное слово скажу, пережили этих форумов, Жень? У нас прошёл недавно третий молодёжный форум Иволга. На самом деле, действительно, через форум за эти три года прошли тысячи молодых людей со всего округа Самарской области, из других стран. И, конечно, в этом году у нас была такая тематика ещё федеральная составляющая, аэрокосмическая смена. Поэтому с каждым годом мы усиляемся, усиляемся экспертами, идеями. Растёт и не растёт. Растём. И, конечно, растут и наши участники, и проекты, которые они представляют, и грантовый фонд. Хочу отметить, что действительно, такое может мнение сложиться, что проекты получили гранты, и всё. На этом заканчивается. На самом деле, это совершенно не так. Работа нашей дирекции молодёжной, которую я возглавляю, она идёт на протяжении всего года. Мы с участниками, которые получили гранты, работаем, помогаем им реализовать проекты. Во-первых, они не сразу получают средства. Для этого они должны сделать смету, пройти защиту ещё, заполнить все документы, экспертизу. То есть форум – это, в принципе, только начало большого пути. Начало, конечно. И деньги контролируются. То есть три отчётности у нас идут, промежуточные две и одна финальная. Рассматриваются разные показатели этих проектов. Действительно, мы очень жёстко контролируем реализацию проектов. И вот так взять, допустим, выиграл 300 тысяч, положил в карман, побежал развлекаться, отдыхать. Радостно, да. Такое вообще невозможно сделать, потому что контроль, он идёт со всех сторон, и со стороны дирекции, и, соответственно, фонды, которые уделяют средства. Они находят реализацию, я не знаю, в каких-то различных сферах, в промышленности, в науке, вот те, пусть освоенные даже, может быть, проекты, они потом дальше живут. Ну, понятно, вот он изобрёл что-то предложил. 300 тысяч освоил и сделал. Поставил на полку, и все забыли. 300 тысяч – это первое место, есть второе, третье. Я образно просто сейчас скажу. Да, бывает, даже ребят реализуют и без финансирования, и без грантов. Конечно, реализовать проект, ну, на самом деле, не так сложно. Просто должно быть желание. И истории успеха мы обязательных и публикуем, и в нашей группе, и интервью с участниками, и передачи выходят. И на сайте мы в разделе «История успеха» всё это освещаем. Конечно, каждый молодой человек, который побывал на Иволге, он уже своего рода победитель. Он получает и новые знания, и новые знакомства, и новые общения друзей. То есть, конечно, реализация проекта – это, наверное, такой пункт, который показывает эффективность работы форума. И каждый проект, могу сказать, что мы за ним следим, и истории успеха достаточно много. Ильмар, вот вы что предложили? Давайте, а то он сидит так скромно, молчит. Ну, если о нашем проекте в двух словах, то это установка для деталей аэрокосмической техники в условиях сверхпластичности. Ну, то есть, грубо говоря, на данный момент большинство деталей аэрокосмической техники сферической формы, ну, сложной конфигурации. Объясню очень буквально, например, дно бока окислителя. Это деталь, похожая чем-то на блюдце. То есть, сейчас на прогрессе её делают в пять этапов вытяжки, доводку в конце проводят вручную на стенде, отнимают очень много времени, и не всегда это качественно всё получается. Мы предлагаем установку, которая представляет собой штамп. Туда погружается лист металла, подаётся газ под давлением, и в итоге получается готовый дизайн за один проход. Всё полностью смоделировано на компьютере, быстрее, экономически выгоднее, экономия металла, экономия человеческих ресурсов. А вопрос сразу, а почему тогда взрослые, большие дяди, умные, которые на прогрессе работают, сами до этого не додумались? Ну, смотрите, у нас есть конкуренты. Это французский пресс-компания ACB, который стоит 78 миллионов рублей. Он пресс для сверхпластичного формования. Они пролоббировали свои интересы, да, и мы всё делаем на этом французском прессе. Так, что ли? У нас такого пресса нет, как раз-таки. Мы предлагаем гораздо дешевле нашу установку установить на уже существующий пресс отечественного производства, Ижорского завода, и получать точно такие же детали, как на этом французском прессе. То есть ответ ещё и в пику санкциям, да? Да. Вот так вот. Замечательно. Вот вы с этой идеей уже, я так понял, специалистов прогресса ознакомили. Прогресс передал нам 19 деталей типичных. Мы полностью провели моделирование на компьютере и вообще как бы сотрудничаем с ними. Они у нас были экспертами, приезжали руководители прогресса, ребят выступал с лекциями. Так что много было интересных экспертов в сарокосмической тематике, руководители Роскосмоса. И, соответственно, космонавты знаменитые. И ребята могли с практиками пообщаться, потому что тематика аэрокосмических инноваций невозможна без работы с госкорпорациями, так скажем. И здесь они смогли пообщаться с теми людьми, которые работают с производственниками и почерпнуть идеи молодых ребят. Вот так вот. То есть уверены, что будет жить идея? Да, потому что мы выиграли 700 тысяч в целом, то есть 300 тысяч – это первое место, и плюс ещё умник. Мало сделать-то этот прибор, надо же, чтобы его ещё и внедрили на предприятии. Самое главное, мне кажется, вот ради этого всё и происходит. В принципе, это действительно серьёзная проблема. Я о чём этом говорю? Потому что, вот про разработки молодых учёных, да, на самом деле ректоры ведущих российских вузов у вас же на Иволге собирались, они эту проблему поднимали. Я вот говорю об инновационных проектах, которые по разным причинам остаётся невостребованными в производстве. Потому что их как бы не всегда где можно применить. Конечно. Правильно вы сказали, у нас на форуме было заседание сайта ректоров Приволжского федерального округа. Почти все ректоры приехали к нам познакомиться с площадкой форума. Конечно, вот этот вот разрыв между студенческой наукой и производством существует. И как раз-таки форум позволяет руководителей предприятий, главных инженеров, конструкторов пригласить на форум. Это, допустим, не какая-то гигантская программа несколько семестров, а за день-два они знакомят с самыми лучшими разработками, проектами студентов округа, и не только округа России, и могут с ними познакомиться, узнать их, пригласить их к себе на предприятие. И форум как раз позволяет. Это не только космическая тематика, но это металлургия, это и химия, и нефтехимия, и ещё и медицина. То есть достаточно много направлений, по которым приезжают специалисты с производства. Не надо искать таланты где-то. Не надо. Вот они здесь у нас, берите, расхватывайте, и они готовы работать. Так что чем больше к нам представители бизнеса, предприятий крупных приезжают, тем больше возможностей у них поймать самые лучшие проекты. На вскидку давайте. Что ещё вам понравилось? Ну вот с Эльмаром понятно. Он подарил нашему ЦСКБ «Прогресс» свою замечательную идею. Я надеюсь, что она будет воплощена в жизнь дальше. Что ещё? Ну, ещё один пример аэрокосмической темы. Не могу, конечно, не отметить, потому что федеральная была составляющая. Когда у нас был форум, у нас была выставка инноваций, где были представлены разработки студентов, и студенты аэрокосмического университета представили наноспутник на макет. На этой выставке наш губернатор Николай Иванович Меркушкин очень заинтересовался этим проектом, похвалил ребят. Но, к сожалению, такой наноспутник требует серьёзного финансирования. 300 тысяч тут не помогут. И после форума у нас была встреча с участниками Иволги. И также ребята ещё раз ему показали проект свой уже в стенах университета. И Николай Иванович выделил дополнительно 5 миллионов рублей из собственного фонда, из резервного фонда губернатора на поддержку именно этого проекта «Наноспутника». Так что появится у нас ещё и свой «Наноспутник». Да, и у нас, надеюсь, в следующий форум у нас был флешмоб и «Волгокосмос», когда нас снимали со спутника РКЦ «Прогресс», что у нас теперь будет свой спутник Иволги, который будет снимать флешмоб уже с этим годом. Вообще, на самом деле, ребята очень толковые. Я телезрителям просто хочу обратиться, потому что я посмотрел, когда вот читал отчёты, парень из Саранска, по-моему, разработки своей в борьбе с онкологическими заболеваниями представил. Замечательные какие-то, да? В чём там фишка, помните? Конечно, он презентовал, тоже получил первое место. Я, конечно, не эксперт в инновациях, но вот его проект – это разработка нового лекарства для онкобольных, что действительно может подарить… Там не совсем лекарства, там капсулы. Да, дарить надежду тем людям, которые действительно этим болезням болеют. И тоже проект, требующий серьёзного финансирования. Конечно, те средства, которые они выиграют на формуле, это больше для разработок, для каких-то там экспериментов. Чтобы просто узнали, да, и могли как-то опробироваться. Да, а вот когда приезжают представители вузов, ректора, а когда приезжают представители предприятий, вот там и находится серьёзное финансирование, которое может поддержать этот проект и вложить в него уже миллионные средства. Я просто вот расскажу немножко, вот, что сам этот юноша, говорит, он говорит, порядка 300 тысяч человек погибает ежегодно от рака, и есть тенденции, за исключением некоторых форм, к увеличению. Однако противоопухолевые препараты, которые применяются в химиотерапии, очень токсичны. Мы предлагаем паковать эти вещества в микрокапсулы, которые, минуя здоровые ткани, будут доставлять в очаг болезни это лекарство, и скапливаться только там, это позволит минимизировать негативное воздействие. А капсулы будут изготавливаться из полимерного биоразлагаемого препарата, и сейчас ребята отрабатывают как раз технику их производства. Так что действительно замечательные головы у вас там скапливаются, и хочется пожелать, чтобы все их проекты находили воплощение. Но ведь не только технические какие-то проекты, я понимаю, там и социальные, да? Социальные, спортивные, политические, творческие, предпринимательские проекты, и действительно еще сельскохозяйственные много, у нас смен 9 смен, в этом году еще была патриотическая новая смена. Но я могу сказать, что действительно проекты все яркие, про каждую, особенно я видела защиту, про каждую могу что-то сказать. Я очень рада, что у нас смена «Ты предприниматель» выиграла девочка Екатерина Сизова, которая у нас является девушкой с ограниченными возможностями здоровья. И в этом году у нас была площадка «Инвалагерь». Я удивлена, что ребята, хотя их было так немного, но они прошли серьезный конкурс на отбор тоже с проектами. Самое главное, что было еще и непросто. Нет. Они были, знаете, в равных условиях, и у них все были возможности созданы посещать занятия, и общаться, и заниматься свободным временем своим. И что они представили достойный проект, и смогли пройти через сито и региональный, и окружной. И выиграли, соответственно, даже первое место есть. Вот у Екатерины есть еще… Ведут себя, как они общаются, какой ведут образ жизни, никогда не скажут, что они лицеграничные возможности. У них безграничные возможности, и они доказали на форуме. И мы надеемся, что в следующем году у нас еще больше молодых людей приедет. Жень, я хочу вот Эльмара еще дернуть, а то он сидит у нас опять скучает. Мало времени просто остается. Вот на ваш взгляд, Эльмар, что не хватает молодым ученым для реализации своих идей? Мне кажется, смелости не хватает. Потому что я не отрицаю, что даже я, когда приехал первый раз на Иволгу, мне казалось, что, ну, может быть, наверное, что-то не получится, что-то пойдет не так, где-то я не понравлюсь жюри, еще что-то. Но я рискнул, попробовал, и оказалось, что это того стоило. Поэтому хочу посоветовать всем, не бойтесь, дерзайте, и как бы шансы есть у всех. Если есть какие-то замечательные идеи, да, рождаются вот в головах, да, то вперед и... Эльмара, очень хороший совет. На самом деле, не бойтесь, это вот главное, потому что некоторые стесняются подать заявку, написать, позвонить можно даже, проконсультироваться, подредактировать проект. Многие стесняются, этого делать совершенно не нужно. Мы открыты, мы работаем целый год, можно нам писать ВКонтакте, мы с удовольствием поможем всем проект создать, доработать его, и на следующий год презентовать его на форуме, со следующего года у нас с 1 марта опять откроется прием заявок, и мы будем уже набирать на следующий его. Это то, что замечательная, талантливая, умная молодежь. Это самое главное. Спасибо вам большое. Я единственное, о чем хочу напомнить, о том, что программа, о чем говорят, теперь в эфире Самарского губернского радио, так что не получилось посмотреть, можете услышать радиоверсию беседы 21.00. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Всего доброго.